Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Обращаем ваше внимание на то, что периодически, но достаточно регулярно, инспирирует соброс о переносе столицы из Москвы в Санкт-Петербург и, естественно, переводит туда же центры федеральной исполнительной и законодательной власти. Остается лишь добавить, что в последние два года сейсмологи всего мира констатируют небывалую сейсмическую активность как по частоте землетрясений, ежесуточно фиксируются их от 4 до 12 землетрясений, так и по необъяснимому расширению географии землетрясений. Объяснить причины подобного сейсмологи не могут. Выводы военных специалистов геофизиков на период 1988-1919 года не учитывали небывалое возрастание сейсмической активности за последние два года, а также масштабную застройку Москвы в последующие годы. Но даже и без этого их выводы однозначны. И мы доводим это до сведений жителей Москвы. Считайте, что вы предупреждены 30 октября 2008 года. Так что, дорогие братья и сестры, молитесь Богу, чтобы Господь извел, как было сказано многими старцами, от столицы за 500, хотя бы 300-500 километров. Настолько будет сильная катастрофа здесь. Об этом говорил Блаженная Пелагея Рязанская, Мария Орловская, другие угодники Божьи, Любушка Сусанинская, что Москва станет полем, то есть сравняется с землей, а Пития станет морем. Вот так. Поэтому спасибо вас, Господи. Понимайте. Наше дело сказать, ваше дело услышать. Аминь. Сегодня вот у нас в гостях отец Николай, Ряба Божия Татьяна. Им в свое время, в разное, так сказать, время было показано о будущем, возможном будущем города Санкт-Петербурга. И мы знаем про отчество Блаженной Любушки Сусанинской, о том, что Москва будет полем, Питер будет море. О том, что говорила Пелагея Рязанская, что будет в Москве, такие, говорит, будут бомбы, что как жахнет огонь, аж до колонны. Один раз, в один миг под землю, другими словами тоже говорила она. И вот отец Николай, по Петербургу, вот какое было вам, скажите, извините, Сарене. Когда мне было лет 7-8, может быть, то есть совсем еще ребенок у меня был, вот мне ночью, так сказать, явленный был сон, что на наш город, я бы стоял на Литейном мосту, его как раз тогда только недавно построили, или реставрировали, я уж не помню. Ну, только его там проверяли, я помню, так сказать, были танки там по нему ходили, как проверка была. Ну, вот, и помню, так сказать, отчетливо, так сказать, что вот стою я на Литейном мосту, и со стороны Ладожского озера на наш город идет огромная волна метров 70. И у меня такой был вопрос про себя, думаю, что же будет с людьми, что же будет с этим городом. И вот так было показано, именно огромная волна, закрывающая, так сказать, весь город. То есть, ну, часто такие вещи Господь предовещает потом. Ну, а вам, Татьяна, что было? Ну, мне тоже, где-то порядка 7 лет назад я тоже видела сон среди наших многочисленных многоэтажек в городе. Откуда ни возьмись, взялась волна, вот. Волна очень мощная, ну, больше 50 метров. Ну, 70, да? Ну, она очень-очень мощная была волна. Я испугалась, у меня такое было смятение в душе. И сон такой, как наяву. Я побежала от этой волны, и вдруг вижу лифт. Я в лифт забежала, и волна бьет по лифту. Я поднимаюсь наверх. И вот настолько не передать, какое было смущение души, беспокойство. Страх какой-то одолевал, ну, очень сильный. Что я проснулась, и вот была под впечатлением, что это было не во сне, а наяву. Что-то как в тонком, таком тонком, тонком сне. А про Москву, кстати, мне несколько человек рассказывал о том, что видели прямо, тоже были видения людям разным. Взрывы прямо ядерные в Москве, и дома рушатся, сыпется все. Люди в страхе, в ужасе бегут, там трупы, все. Вот так, паника, там ужас так. Поэтому Господь уже, видите, предупреждал через старца, что уходите с городов, вот, расселяйтесь на земле. Покупайте там все домишки, какие можно только купить. Обустраивайтесь, потому что будут очень тяжкие грядущие времена за наши грехи, потому что наши города за это растление превратились в Содома и Гаморры. Вот что батюшка Николай Гурьянов наговорил по этому поводу, тоже, кстати, батюшка. Может, другие какие-то старческие советы? Про города, он, честно говоря, я лично от него не слышал. Слышал только от других старцев, что старцы все благословляют выезжать на землю. От старца Николая я этого не слышал. Ну, старец Николай прикровенно молился, так сказать, и всех своих чад, конечно, он выводит на землю. Я вот так смотрю, все, как появляя, отказываются на земле. Ну, у нас есть свидетельство и в губине Кирилла тоже о том, что она говорит, что там прямо ей батюшка говорил, что домик тоже покупай, там самое, да, в деревне все. И другим тоже самое советовал. Просто ведет, ну, кому какие достали сразу мне не батюшку. Вот. А такая была монахиня, семонахиня Мария в Москве. Вот. И она говорила, вы свои домики, вернее, квартирки сейчас, они у вас дорогие. Скоро вам никто за них копейки не даст. А с дома в деревне будете драться. И говорила, за 500 километров от Москвы, под Москвой, огромное бушующее море. Ну, откуда она знала, что ученые на самом деле установили сейчас, мы же знаем. О том, что под Москвой огромное море, что его глубина 1300 метров, это только пресная вода, соленая там еще дальше, слой нижний, никто даже не мерил. Находится как раз под Москвой в пределах Московской кольцевой и с выступами до 30 километров в сторону. И что самое тонкое место под Москвой 300 метров, а других местах 600-700. И все это известно бомбоубежищем, и как докладал военный институт один, вот, о том, что, значит, геофизический институт морской, значит, еще правительство доклад сделал о том, что срочно Москву разгружать, все с него возить, ничего тем более не строить. Это было много лет назад уже. И предположение института было о том, что в 2006-2005 году, возможно, провал уже такие массовые кварталы могут там обрушиваться в этом море. Вот. Но институт, само собой, закрыли под предлогом сокращения вооруженных сил. В общем, его просто, в общем, всех разогнали оттуда. Вот. Ну, это все сведения просочились, и теперь люди знают. Поэтому, конечно, мы как пастыри, как граждане своей страны, там, скажем, да, вот, всем братьям и сестрам желаем спасения и духовного, и физического. Не жалейте ничего, потому что жизнь дороже всего, Москву материали, сжигали ее не раз, но потом, благодаря тому, что армия была сохранена и в 812 году, и раньше, да, возвращались и восстанавливали. А вот если люди погибнут, то уже, конечно, поэтому, помоги вам всем, Господи, делайся. Может, назидание другим будет, сей ваш рассказ. Спасибо, Господи. Спасибо.